Встреча с Ленинского округа И городским жителям пригодятся, потому что все равно дети выходят в лес, они должны знать правила поведения в лесу. Эти соревнования учат не только опыту выживания в лесу, но и командному духу, умению взаимодействовать между собой. Ребят научили оказывать медицинскую помощь, устанавливать палатку, завязывать туристические узлы, ориентироваться по компасу и карте, преодолевать препятствия, готовить еду на костре, при этом соблюдая правила пожарной безопасности. Все это может пригодиться в экстремальной ситуации для того, чтобы быть готовыми помочь себе и окружающим. Полоса препятствий довольно сложная. Прийти сюда – это невероятная возможность. Испытать себя на преодоление таких препятствий мне здесь нравится. Даже я вот упал, искупался, все равно прикольно. Для Константина Бирюкова опыт прохождения паласы препятствий и теоретические знания необходимы для будущей профессии. Мне очень нравится сам лес, в общем. И мне, когда я вырасту, хочу стать альпинистом. Мне это очень помогает, чтобы продвигаться в этом. Состязания проходили под наблюдением опытных специалистов. У нас два медика дежурят здесь в лагере, они на радиостанции. Мы в любой момент можем вызвать и оказать максимальные условия. Мы все подготовленные люди, максимально знаем и допущенные к оказанию первой помощи. Можем оказать любую помощь. Победили в соревновании школы безопасности ребята из Володарской школы. На втором месте команда Видновской гимназии, а на третьем ученики школы номер 7. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...